Переходим к следующему вопросу. Пожалуйста, обеспечение газовой безопасности в многоквартирных домах и блок вопроса, связанный с социальной газификацией, там, где у нас будет подключение филиала Мособолгаз Запад. Важный и актуальный вопрос газификации обсудили на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. Программа социальной газификации на территории Московской области идет с 2021 года. На сегодняшний день в программе участвует 169 населенных пунктов и выполнено уже 119 населенных пунктов, это 71% программы. План для 2022 года у нас 106 населенных пунктов и выполнение идет 49 населенных пунктов, 46% уже выполнено. Голубое топливо на территории округа запущено уже в 450 домах, еще 72 абонента ожидают подключения. Но чтобы газ пришел в дом и стал его отапливать, необходимо установить монтаж отопительной системы, дымовых и вентиляционных каналов, произвести заземление и собрать необходимый пакет документов. Все перечисленные работы выполняют организации, аккредитованные Министерством энергетики. По обеспечению газовой безопасности. Когда газ есть в доме, это не только комфорт и тепло, но и повышенная опасность. На сегодняшний день у нас идет работа по допуску в квартиры. Основная проблематика в том, что либо жителей нет, либо они не могут, либо не дают доступ в квартиры. Сегодня в плановом порядке не прошли обслуживание 338 абонентов в 89 многоквартирных домах. Всем жителям направлено уведомление, в противном случае им грозит отключение газа. По новым поправкам в законе, обследование газового оборудования в МКД должно производиться не реже трех раз в год. Ответственность за последствия инцидентов, повлекших разрушение и гибель жителей, на сегодняшний день в большинстве случаев несет управляющая компания. Но далее в ходе следствия уже ведется более подробное расследование, что послужило причиной тех или иных происшествий. Повысить безопасность пользования газом поможет установка систем автоматического контроля загазованности. В округе действует программа установки таких систем в муниципальных квартирах за счет бюджета. В 2022 году ими планируется оснастить 5679 квартир. Около 2000 приборов уже установлено. Жители муниципальных квартир, повторюсь, получают данное оборудование бесплатно. Жители приватизированных квартир могут установить его за деньги. Подчеркну, все организации, которые есть на территории Московской области и прошли аккредитацию правительства Московской области, перечислены на сайте Министерства энергетики Московской области. Просьба не обращаться к неспециализированным организациям. Также на планерке обсудили проблему при остановке подачи газа в частные дома в связи с отсутствием договора на техническое обслуживание. Только за август отключено 28 таких домовладений. Михаил Каратаев подчеркнул, что повторное подключение достаточно затратно и может составлять несколько сотен тысяч рублей. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинсоро».